Братья и сёстры, вы гениальная и бесстрашная нация, давшая бесстрашный бой мировому злу Российской Федерации. Мы показали, что у нас страха нет, и мы способны победить и больших. Мы показали, что мы воины света, мы показали, что мы воины Бога, и мы показали, что мы воины свободы, воли и справедливости. Мы показали, что мы защищаем мир, свободу и демократию всего мира, всего цивилизованного мира. И мы показали, что трогать нас и забирать что-то у нас нельзя. Мы обязательно вернёмся и всё заберём обратно. Но военным преступникам из Российской Федерации придётся ответить за всё. Спокойной старости им не будет. И это начинают понимать в Российской Федерации, особенно в оккупированном украинском Крыму. Российская Федерация знает и хорошо понимает, что Крым был всегда украинским. Начиная с равноапостольного князя Киевского, который крестился в Крыму, в Севастополе, в Херсонесе, с великого князя Киевского Владимира. И Украина жестоко и дорого за это спросит и возьмёт с каждого россиянина и каждого, кто поддерживает военных преступников в Российской Федерации и выполняет их преступные приказы. Крым уже сегодня начал самоосвобождаться. Офицеры ФСБ Российской Федерации начали тихую эвакуацию своих семей на большую землю, минуя малую землю, украинскую Кубань. Начали продавать своих незаконно отжатых у местных крымчан квартир за дешевую цену. Офицеры Черноморского флота начали вывоз своих семей на постоянное место жительства в Мурманске. Приехавши в Крым после оккупации в 2014 году, россияне продают жильё по бросовым ценам в Крыму и переезжают жить на материк в Сибирь и Дальний Восток. Эти признаки говорят нам о том, что Крым начал очищаться от оккупантов. Желание россиян жить на чужой земле, выживать местных крымчан прошло и потухло. Россияне не хотят уже испытать на себе мест крымчан, которых Россия выгнала из Крыма своей безжалостной оккупацией. Крымские россияне уже формируют народные отряды местников, чтобы быстро выгнать своих одичавших братьев-оккупантов на материк. Национальная армия Украины ждёт сигналов от Крыма о готовности к встрече освободительных войск Украины. Украинская Кубань будет под народную охрану Крымский мост, чтобы быть со свободным и вольным Крымом вместе и слышать по обе стороны города-героя Кырчи возглас славы Украине. Доверенные источники в российской ФСБ сообщают украинскому правительству, что Российская Федерация воюет украинскую землю для Китайской Народной Республики, поэтому и называют завоеванные области Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой, Херсонской Народной Республикой, Крымской Народной Республикой для дальнейшего и включения в состав Китайской Народной Республики. Но при этом Российская Федерация не создаёт Русскую Народную Республику, Российскую Народную Республику и не создаёт народных республик для других народов Российской Федерации, вызывает большое духовное сомнение и поведение руководителей Российской Федерации, которые стали военными преступниками и признаны таковыми всем цивилизованным миром. В духовном плане стали слугами сатаны и сделали слугами бесов 70% населения Российской Федерации, требующих войны и жертв своих сыновей сатане. И только Украина и украинцы, воины света, стали против сатанизма, путинизма и русизма, стали за свободу и волю и демократию всего цивилизованного мира. Российские люди, россияне, просыпайтесь, вставайте на бой с сатаной, освобождайтесь от бесовского рабства, становитесь вольными и становитесь людьми, становитесь воинами света, становитесь воинами Бога, спасайте душу и честь России, спасайтесь от еще возможного греха, от возможных преступлений, время еще есть.